здравствуйте товарищи мы переходим к последнему разделу логики изучению категории идея идея адекватное понятие истина как таковая идея есть единство понятия и объективность в идее совпадают объективный и субъективный мир совпадение понятия и реальности идея есть понятие поэтому она простая иммунитно но при этом она не отрывна от разума и и выдвинувшего а значит она в какой-то мере материально как неотделимая от разума логику изучающие конкретные познания часто называют прикладной логикой или прикладной наукой она облекает свои предметы в мысли и понятия логика изучающие идеи есть философия а сама идея есть жизнь жизнь рассматривается как первое жизнь индивидуума второе жизненный процесс 3 процесс рода индивид представляет из себя как химизм так и механизм его можно рассматривать как единое целое состоящие из различных частей имеющих как общее три основные особенности первое чувствительность второе раздражительность третье воспроизводство получается что индивид хоть и является единичностью но через собственность производства переходит в множество сама жизнь становится процессом посредством химических и механических процессов воспроизводящих саму себя раз уж мы решили использовать яблоки в роли объекта для применения диалектики не будем менять правила в ходе игры хотя категория жизни и идеи относится скорее к людям и их мышлению тем не менее речь идет о живых организмах а яблоня таки является живым существом яблоко имеет как химический состав из сахаров и углеводов так и механический состав из загрызка мякоти кожуры и плодоножки но при этом она единое целое имеющая чувствительность например чувствительность к цвету и температуре эти раздражители заставляют яблоко спеть и наливаться соками днем образуются семена для размножения живой субъект противопоставляет себя окружающему неживому миру как идея собственного существования существо обладающей чувствительностью из-за наличия внешних раздражителей противоставляет себя окружающим объектом начинает бороться за собственную жизнь путем воспроизводства самого себя порождая тем самым собственный рот живое яблоко не находится в перманентном состоянии на все время живет переходя от стадии завязи к стадии гнилушки она противопоставляет себя окружающему миру посредством защитного слоя называемого кожурой этот слой не дает пробиться во внутрь всевозможным микробом а внутри плода идет жизнь в результате которой рождаются семена источник для продолжения существования яблок на земле идея жизни заставляет индивидуума самовоспроизводиться так из единичного существа мы получаем целый род существ которые одновременно равны и не равны друг другу рождение жизни смерти отдельного субъекта оставляет некий дух погибшего индивидуума который остался существовать памяти потомков порождая тем самым идею познания посадив одно семя яблони мы получаем целое дерево на нем каждый год созревает один и тот же род яблок в нашем примере скорее не род яблока не какой-то отдельный сорт яблок за осень мы их все съедаем но в нашей памяти остаются воспоминания тех самых яблоках их запахи и вкусе если яблоня вдруг погибнет мы будем искать тот же сорт для его воспроизведения и выращивания чтобы порадовать свою память так полюбившимся вкусовыми ощущениями ну или наоборот мы осознанно вырубим яблоню вкус плодов которые нам не понравился и познавая процесс селекции будем выращивать новые сорта которые удовлетворяют наше представление о том какими должны быть настоящие яблони спасибо за внимание